Какое-то время назад в англоязычных интернетах люди начали ставить под сомнение существование такой страны, как Финляндия. Мол, на самом деле вместо неё на карте должно быть Балтийское море между Швецией и Россией, где японцы гарпунят китов для суши и роллов, не боясь быть пойманными за браконьерство. Якобы Япония и СССР выдумали Финляндию во времена Холодной войны, как прикрытие для ловли рыбы без посторонних глаз. А та территория, где сейчас на самом деле живут так называемые финны, это всего лишь западная часть Швеции, поэтому все дорожные указатели и прочие надписи дублируются на шведском. Звучит как бред сумасшедшего, но почему Финляндии страну называют все, кроме самих финнов, которые единственные во всём мире кличут своё государство как Суоми? Почему Руслан Усачев никогда не снимал там «Пора валить», хотя это всего в четырёх часах от Питера? Кроме того, северная часть страны, Лапландия, считается родиной Санта-Клауса. Как после этого вообще можно всерьёз говорить о существовании Финляндии? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! В общем, сомнения начали прокрадываться уже и в мою черепную коробку, так что я решил сам скататься в Финляндию и проверить, чё там к чему. Спойлер! Страна на самом деле существует! Позвольте доложить вам обстановку в формате видеоролика, но только не как в Орле и Решке и прочих одинаковых тревел-шоу про достовремечательности, а так, как вы любите, что про местный джанк-фуд, хавчик там всякий, снеки, видеоигры, комиксы... Короче, чё делать в Финляндии, если вы задрот? Как вам такое? Макс Пейн, Флэт Аут, Алан Уэйк, Энгри Бёрдс и, прости господи, Клэш оф Клэнс. Перечисленное вам говорит о чём-нибудь? Не нужно отвечать, это риторический вопрос. Всё названное, представьте себе, родом из Финляндии, и несложно догадаться, что видеоигры в этой стране очень любят. В 2017 году, в честь столетия независимости Финляндии, трое хардкорщиков даже выпутили игру под названием... Пергэле. Пергэле! А, блин, аху-ху-ху! В ней объединена любовь к родине и ретро-консолям. Пергэле вышла эксклюзивно на картриджах для старинной Nintendo Entertainment System, то есть, говоря русским языком, для Дэнди. Название игры, кстати, это самое главное и основное финское ругательство, и если тоже говорить русским языком, переводится примерно как... Сука, бля! Мне нравится, что наше знакомство со страной прям по классике стартовало с местных матерных выражений. Ютуб, только не ставь возрастных ограничений на ролик, окей? Это образовательный контент. Игрушка простецкая, но сам факт, что она вышла на картриджи для NES, заставил СМИ немного пошуметь. Про неё даже в местных газетах писали. Пергэле состоит из трёх мини-игр. В первой нужно в битве за ларёк валить гопников по всей стране, как в Стритфайтере, во второй мы управляем лазерным тюленем, истребляющим поганых мутантов в загрязнённых водах, а в третьей нужно из светового пистолета отстреливать советских агрессоров во времена зимней советско-финской войны. Ты чё, охуел? Да, война — это отстой. То ли дело видеоигры. Если любите порыться по магазинчикам со всяким геймерским хламом, то столица Финляндии, город Хельсинки, вам придётся по душе. В самом центре тут сразу несколько геймстопов, где на витринах соблазнительно красуются стопки барахла не только по видеоиграм, но и по прочим гиковским радостям от Гарри Поттера до Рика и Морти. Чуть дальше центра, в 15 минутах на трамвае, посреди спального района, есть клёвое место для ценителей старья. Магазинчик под завязку, набитый олдскульными приставками, картриджами и дисками, вплоть до второй PlayStation. А если вы ещё и по настолкам прётесь, то просто обязаны заскочить. Тут вам и Вархаммер найдётся, и карточки с покемонами, и МТГ. Единственный минус — курс рубля к евро, но даже просто позырить на всякое и подержать в руках редкие экземпляры довольно приятно. Но если уж совсем боитесь заходить в магазин и рискуя оставить там всю зарплату, то есть в Хельсинки и чисто музей игровых консолей и компов. Хотя музеем, конечно, этот закуток в торговом центре назвать можно с натяжкой, но зато бесплатно. Да и на первом этаже, рядом с огромной статуей Марио, продаётся кранч и читас, так что чё б не заглянуть туда. Но самая крутая геймерская движуха происходит немножко в ебенях. До зала с японскими аркадными автоматами придётся ехать на электричке от центра целых 20 минут. Вообще не пугайтесь электричек и трамваев. Убер в Финке не работает, но зато общественный транспорт чрезвычайно удобный. Правда, без Google Maps я бы, конечно, не рискнул им пользоваться. Сугой! Единственное место во всей Финляндии, где можно за 10 евро весь вечер безлимитно наслаждаться аркадными ништяками и японскими ритм-играми. Ассортимент просто топчик. Там есть даже охренительно редкий бит-эмап Ninja Baseball Batman, в котором бет переводится не как летучая мышь, а как бейсбольная бита. На двоих заходит на ура. Ninja Baseball Batman. Ninja Baseball Batman. График работы только немного странный, но если вдруг приедете за часик до открытия, то имейте в виду, что в том же здании находится еще одна необычная штука, которая может вам приглянуться. Целый этаж, выделенный под барахолку с экшн-фигурками, лего и прочими безделушками из детства. От количества собранного под одной крыши начинает кружиться голова, тут реально можно заблудиться. И если даже ничего не покупать, то опять же, чисто поглазеть одно удовольствие. Блуждая по обычным финским супермаркетам, вы быстро начнете замечать, что в каждом из них всегда выделена целая отдельная витрина под комиксы с участием Дональда Дака, которого в местном варианте зовут... Акуанка. ОКООООО! Чё? Дональда к Финляндии? Но его же запретили там давным-давно За то, что на нем нет штанов Об этом же даже писали в паблике про факты Что за дела? Финские издатели в курс этих бредовых слухов Но подошли к фейковым фактам с иронией И выпустили на 1 апреля Новости о том, что в спешке дорисовывают Персонажам штаны В связи с реальным запретом Разумеется, на самом деле Дональда в Финляндии никогда не запрещали А если бы запретили, то это наверняка обернулось бы гражданской войной, потому что глаза до веселезня тут не то, что любят. Чуть ли не боготворят. В любой барахолке вы найдёте килограммы старых комиксов про Аку-Анку за сущие копейки. В любом книжном всегда есть несколько полочек с переизданиями в твёрдых обложках. Ну а в обычных магазинах продолжают появляться новые еженедельные выпуски одного из самых продаваемых журналов про сами знаете кого. На этих комиксах растёт уже далеко не первое поколение. Секрет столь сумасшедшей популярности рисованных историй про Дональда в том, что комиксы с его участием не просто переводят сухим текстом на финский язык, а делают это с творческим подходом. Адаптируя имена под финский слух, сохраняя игру слов там, где она есть, и добавляя локальные шуточки туда, где они вписываются. Чтоб было понятнее, представьте, что в России Дональда Дака звали бы не Дональд Дак, а скажем, не знаю, Селезень Сява. Селезень Сява, я уверен, был бы у нас ещё популярнее, чем Акуанка в Финляндии. Кто там крякает, что имена собственные не переводятся, э? Самое крутое, что Дон Росса, один из главных создателей комиксов про Селезня Сявы, про Дональда Дака, в курсе, как сильно его любят финны, и на радость им нарисовал отдельную арку о приключении уток в Финляндии, с историей, привязанной к местному фольклору. Лучшего подарка для фанатов и придумать нельзя. Если же говорить о мультяшных персонажах от именно финских авторов, то самым значимым и известным, очевидно, является Муми Тролль, созданный писательницей и художницей Туви Янсен. Начиная с 50-х годов, её книги с авторскими иллюстрациями и комиксы стали бестселлерами, издавались миллионами тиражами и переводились на разные языки. Позже на основе произведений делали мультфильмы в Японии, СССР, Швеции, Польше, в общем, все люто угорели по Муми Троллям. Компания Дисней пыталась купить эксклюзивные права на муминов, но была послана нафиг. Видимо, для Дисней это была сильная травма, и именно поэтому теперь они от злости скупают права на всё подряд в попытках заесть горечь. Настоящий муми бум произошёл в 90-х после выхода новой японской экранизации, что приумножило и без того высокую популярность муми троллей во всём мире и спровоцировало появление тонн мерча, от игрушек и футболок до еды и принтов на самолётах. С тех пор мумин окончательно закрепился как узнаваемая торговая марка и национальное достояние Финляндии. Муми тролли цепляют и детей, и взрослых. Это сказки с глубоким подтекстом, эдакий Adventure Time 20 века. Короче, перед посещением Финляндии лучше ознакомьтесь с муминами, потому что они тут повсюду. В Хельсинки есть несколько фирменных сувенирных магазинов с муми троллями, где ваше воображение треснет от осознания того, насколько всякой всячиной можно налепить символику с муминами. Но если цены покажутся вам кусачими, а по понятным экономическим причинам, скорее всего, так и будет, то разгоняйте хотя бы в тихое и уютное кафе муми троллей. Прекрасное место для передышки от беготни, чтобы выпить чашечку кофе, закусив местным финским пирожницам, или спокойно посидеть и поработать с ноутбуком. Также в Финляндии существуют еще и музеи с оригинальными иллюстрациями Туви Янсена, а в теплое время года работает целый парк муми троллей, расположенный на отдельном острове. Но это все, конечно, если вы прямо фанат-фанат. В общем, в Финляндии с комиксами все нормас, продаются в большом количестве, в том числе и на английском. В самом центре можно найти залежи всяких Marvel и DC в твердых обложках и целые стеллажи с мангой на более-менее понятном английском языке. Там же горы атрибутики типа фигурок, настолочки всякие, ваха и прочие прелести. Если же супергерои поднадоели и хочут чего-то экзотичнее, то вам дорога в другой комикс-шоп, где в ассортименте кроется финский сам издат со всяким инди-чтивом, а первый этаж выделен под обновляемую галерею с комикс-трипами от местных любителей порисулек. В Финляндии комикс как средство самовыражения довольно популярный способ творчески выплеснуть накопившееся внутри. К рисованным историям отношение, как и к любому другому объекту искусства, будь то книга или картина. Просто прогуливаясь по улочкам, можно случайно набрести, например, на авторскую выставку комикса о пережитом неврологическом расстройстве. Здорово же. Если быть внимательным и прям искать-искать, то в финке можно без напряга найти американские чипсики вроде Доритес, Читес, готовые завтраки с тигром, папочкой, всякие забугорные вкусняшки вроде конфет с динозавриком Чувыц или жвачки Хуба-Буба тоже можно легко откопать. И всё это чудесно, конечно, но нас-то интересует именно джанк-фуд местного разлива, что-нибудь эксклюзивное и необычное, так ведь? Лакрица. Лакомство, производимое из корня солодки, напоминающее на вкус что-то среднее между сиропом от кашля и угольными таблетками. Как и в подавляющем большинстве скандинавских стран, в Финляндии народ без ума от лакричных конфет, коих тут целое разнообразие, в разных цветах, формах, в виде жевательных пастилок, в виде леденцов, в разных упаковках, на развес, солёные, сладкие, острые, в общем, глаза быстро разбегаются и ничего не понятно. Ещё больше путает наличие лакрицы, подобного соломиака, который вроде как то же самое, что и лакрица, а вроде и нет, потому что с добавлением какой-то химии. Сложно. С первого раза вкус лакрицы мало кому приходится по душе, но говорят, что со временем начинаешь втыкать. Ай-яй-яй-яй. О, чёрт, второй раз был точно лишним. О, господи, о, кстати, неплохо. Приятный такой леденец. Ох, я это просто запил, как угольную таблетку. Мне не зашло, не только из-за вкуса, но и из-за консистенции. Лакрица в виде пастилок дико застревает в зубах и брекетах. Но зато, как считают сами финны, благодаря этому лакрица отлично прочищает зубы. Лакрицу даже джанк-фудом язык не поворачивается назвать, потому что ну какой-то джанк, если еда с содержанием лакрица считается полезной. Хотя по российскому ТВ вам, конечно, скажут обратное. Лакрица – отвратительный продукт, приводящий к рабдомиолизу, полному растворению мышц. О, чёрт. Я в ужасе. Это лакричная конфетка. Вот что она делает с мышцами. Пососали называется. Приятный такой леденец. Снеки в финке реально пытаются быть полезными. Даже обычная жвачка и мармеладки тут выпускаются с добавлением хулитола. Считается на самом деле как ксилитол, но хулитолку от него спросите вы. А дело в том, что он является натуральным сахарозаменителем, который помогает избежать кариса и разрушения зубной эмали. Чудеса в решете. Такая забота о полости рта, скорее всего, обусловлена большой любовью финнов ещё и к обычным конфетам, без лакрица и ксилитола. Но зато с шоколадом, мягким сливочным рисом, кремом там каким-нибудь или даже водочкой. Вот, например, финская шоколадка Тупла. Пускай и без водки, но по популярности превосходит сникерс. Переводится как «двойной». И в упаковке действительно находятся два батончика. Оба с начинкой из мягкой нуги, покрыты молочным шоколадом и миндалём. Производится Тупла с 70-х годов. Дизайн и рецепт с тех пор не меняли, не считая дополнительных новых вкусов, типа «Тупла с протеином! Жуёшь и худеешь! Хэштег спорт!» Ещё моё внимание привлёк сок в яркой упаковке с надписью «Трип». И, как вы понимаете, я не мог просто пройти мимо. И со всей ответственностью заявляю, не пейте эту хрень! Максимум от неё можно словить только плохой трип. Вот такую конструкцию можно замутить. Но это, пожалуй, единственный прикол, который есть в этом соке. В Финляндии конфетные магазины частенько совмещены с прокатом фильмов на DVD и Blu-ray. Представьте себе, в 2018 году люди всё ещё смотрят кино не в интернете. С торрентами там намного жёстче. Люди побаиваются законов об авторском праве и избегают просмотра пиратских копий. Соответственно, и магазинчиков, продающих кино на лицензионных дисках, тут довольно много. Смотреть такие DVD в России с бытовых плееров вы, конечно, не сможете из-за оригинальных ограничений. Но запустить с компа или просто поставить коробку с любимым фильмом на пыльную полку-сокровищницу всегда можно. Плюс на DVD почти всегда есть выбор между языком звуковых дорожек и субтитров. Так что, по сути, это отличный способ приобрести кинцо в оригинале. Есть в Хельсинки и магазин с видеокассетами. Но вот они даже если и запустятся на вашем магнитофоне, если он у вас каким-то чудом сохранился, конечно, то поменять там язык уже никак не выйдет. Все, что продается на VHS в Финляндии, сопровождается исключительно финским вариантом озвучки. Но так или иначе, это просто удивительно, что кассеты до сих пор кто-то продает в таких количествах, пускай и подержанные. Судьбу винила VHS вряд ли повторит и снова выстрелит как модный формат по всему миру, но олдфагом вроде меня это по приколу. Собственно, что касается винила, в Хельсинки его еще больше, чем DVD и кассет вместе взятых. Найти реально как дорогие новинки здешних Heavy Metal Group за 20 евро, так и дешевые старинки каких-нибудь саундтреков за 2 евро, порой весьма неожиданные. Впрочем, да, тут же любят уток. В Финляндии и в Хельсинки в частности, если подводить итог, очень много классных частных магазинчиков и движух, направленных на узкие интересы. По всей видимости, вести мелкий бизнес тут не особо напряжно, а значит, люди могут открывать какие-то штуки чисто на радость себе и единомышленникам. Типа, йоу, в одном часе от Хельсинки в городе Коувала обычный финский парень коллекционирует винтажные пинбольные автоматы. Нет, не пейнтбольные автоматы, а именно пинбольные автоматы. Чел выкупает полурабочие экземпляры из парков аттракционов, занимается их восстановлением, в общем, полностью отдает себя своему не шибко дешевому хобби и вообще не парится. А по средам он еще и рад любым гостям в самом закуточке, то есть народ приходит играть в этот самый пинбол из его частной коллекции. Чел абсолютно спокойно делится своим узким хобби со всеми желающими. Это как наш музей советских игровых автоматов, только в меньшем масштабе, совсем-совсем по-домашнему. В общем, приятная страна, конечно. Но приятнее всего было вернуться с холодной родиной мумитролей обратно домой, в тепло и уют, где по мне уже соскучился мой телевизор LG OLED. Знаете, когда живешь с таким телеком, время от времени голову упущают странные мысли. Да зачем вообще нужны эти путешествия? Зачем мне ты в Финляндии, если я и дома могу на Северное Сияние посмотреть, и это будет выглядеть не хуже? Стоп, что еще за Олег, уже подумали вы? Давайте объясню. Телевизор LG с технологией OLED это такая штука, которую, поверьте, лучше один раз увидеть. Хотя и с аудио у LG Олежика с его технологией Dolby Atmos тоже все превосходно. Современные 4К консоли и Blu-Ray плееры только на OLED теле, как можно узреть во всей красе. А так тут вообще целый список наворотов, начиная от пульта волшебной палочки и заканчивая возможностью устанавливать игры прямо в телевизор. Но самое главное и дорогое в нем, конечно, это сам OLED дисплей. Сверх четкий, бесконечно контрастный и фантастически тонкий. Такой тонкий, что его можно наклеивать на стену или приносить на открытые микрофоны стендапа. А еще черный цвет на OLED телевизоре это самый черный цвет в мире, чернее некуда. OLED технология позволяет просто выключить светодиоды на черном и не подсвечивать его. Не знаю, это фиг объяснишь, просто сходите в гипермаркет электроники, как в галерею и позалипайте. Еще и 23 февраля уже тут как тут, а потом и другие праздники. В принципе, вообще отличный подарок по любому поводу. А кайфовать будет вся семья сразу. Ссылочка, разумеется, в описании. Спасибо за просмотр и это самое, поддержи ролик лайком, если считаешь, что мне нужно больше путешествовать. Низкий поклон.